Этого так долго ждали и наконец дождались. Крымский футбольный чемпионат стартовал. И уже первый поединок двух потенциально сильнейших команд турнира получился на зависть передовым европейским баталиям. Севастополь и Таврия устроили настоящий триллер с непредсказуемым итогом. Об этом и не только Валерия Назирян. Многие не случайно называют этот чемпионат Крыма турниром надежд, просто потому что здесь все впервые. Такой состав команд, сама система проведения в четыре круга, а также формат в так называемом режиме полуострова. Когда и в РФС на турнир смотрят со стороны, и в УЕФА не препятствуют. Это не только шанс для наших профессионалов доказать, что местные коллективы вполне могут стать конкурентоспособными, но и возможность для молодых. Раньше детские школы при клубах финансировались по остаточному принципу. Теперь это обязанность для каждой из команд участниц. Я очень рад, что начался Крымский чемпионат. И у каждого клуба, который участвует, своя детская, юношеская школа. И хочу тоже попробовать поиграть в первой команде. Ты веришь, что ты пробьешься в этот список профессионалов? Буду стараться. Воспитанник московского «Спартака», а ныне игрок «Севастополь» Александр Данишевский категоричен. Будут деньги, будет и детский футбол. Сейчас на одну идею далеко не уедешь. Когда я был тренироваться в детстве, ну, что у нас там было? Четыре мяча, пять мячей на всю команду и все. И форма была тоже одна, постоянно меняли разные номера. Экипировки вообще не было, все в своем. И если финансировать, это, конечно, большой шаг. И я думаю, это будет очень здорово. Пока на Крымский футбол из федеральной казны дали 100 миллионов рублей. Сумма внушительная, но не окончательная. Этих 100 миллионов хватит на этот чемпионат? Нет, конечно. Будем изыскивать средства. И вы знаете, что сумма та, которая предназначена, гораздо больше. Но все эти вопросы будут, я думаю, решены. К большому футболу в Севастополе готовились заранее. Еще за полтора часа до матча трибуны уже были заполнены наполовину. А когда обе команды вышли на поле, зрители дали понять – настоящей игры здесь дождались. То, что Крым и Севастополь уже давно соскучились за большим футболом, вы прекрасно видите по реакции трибуны. «Гим Севастополя» поют всем стадионом, поддерживают, собственно, это начинание и болельщики Симферопольской Таврии. Крым готов к футболу. Крым его давно ждал. Обе команды решили действовать без разведки. Сразу перешли в атаку, а там уже все зависело от реализации. Если симферопольцы мазали в нескольких очевидных моментах, то хозяева свой шанс использовали, пусть и не без нюансов. На 30-й минуте свое имя в историю вписал Евгений Прокопенко. Мяч попал в перекладину, а вот дальше мнения разделились. Севастопольцы уверены, что он отскочил уже за линию ворот, а гости настаивали, что нет. В итоге арбитр встречи все-таки посчитал, что это гол. А когда на 45-й минуте преимущество севастопольской команды упрочил Андрей Степанов, казалось, что интриги в этом матче уже не получится. С 0-2 в гостях отыграться не так-то и просто. Хотели усилить, естественно, надо отыгрываться. Усилить надо было, атаку. Ощерб даже и обороне. И такой вабанк помог симферопольцам. Сначала их вернул в игру экс-игрок сборной Украины Денис Галайда. Он отлично подключился к атаке и сходу поразил дальний угол ворот. Севастополь пошатнулся, его постарались поддержать фанаты. Об огромном накале страсти на этом поединке, на всекрымском дерби, напомнили севастопольские болельщики. Как вы видите, фаеры на стадион они все-таки пронесли, поэтому судья был вынужден на несколько минут прервать поединок. Однако сейчас футболисты уже вернулись на поле и готовы продолжить матч. Пауза пошла на пользу гостям. В конце матча свое слово сказал Ролан Погорельцев. Защитник тавритцев быстрее всех сориентировался в штрафной площади Севастополя. В те 10 минут, которые оставались до финального свистка, хозяева попытались было опять выйти вперед. Но безуспешно. Такие 2-2 – лучшая реклама нового чемпионата. По итогам первого тура лидерство в турнирной таблице держит Ялтинский Рубин. Он на своем поле со счетом 3-0 разобрался с Бокчисараем. В двух других матчах Кафа в Феодосии разошлась миром с Керченским океаном 0-0, а Беркут в Армянске победил футбольный клуб Евпатория 2-1. Матчи второго тура пройдут 29 и 30 августа. Валерия Назирян, Алексей Романов, Время новостей, Севастополь. Валерия Назирян, Алексей Романов, Время новостей.